И еще о тех, кому нужна наша помощь. К сожалению, в последние годы количество детей-аутистов во всем мире неумолимо растет. Ежегодно таких пациентов становится на 7-10% больше. Между тем, специалисты уверяют, победить этот недуг можно, главное, вовремя начать оказывать ребенку психолого-педагогическую и медикаментозную помощь. О том, как распознать аутизм у ребенка и как проходит реабилитация особых деток, сегодня мы поговорим с клиническим психологом Тюменской областной клинической психиатрической больницы Ольгой Калинищенко. Здравствуйте. Вот я знаю примеры, когда родители смотрят на своего ребеночка, которому еще только 2 месяца, им кажется, что он малоподвижен, и они начинают бить треугу, что все, у них ребенок аутичен. Если мы берем промежуток, допустим, до 3 лет, вот что должно насторожить и какие-то, может быть, первые признаки этого недуга? До 3 лет родителей должно насторожить, если ребенок не оживляется, когда к нему наклоняются, хотят взять его, не ответны, не реагируют так же. Если малыш мало гулит или не гулит вообще, или если он не откликается, ну вот уже, например, где-то после 6 месяцев малыш уже реагирует на имя, откликается. Если он не поворачивается, не откликается на имя. Если малыш, ну, скажем так, малоподвижен до года, а в год вдруг внезапно начинает быть очень чрезмерно подвижным, не огорчается, когда мама уходит, не радуется, когда она приходит. И вообще контакт с ним, избегает контакта, очень сложно установить с ним такой взгляд в глаза. Должно насторожить, если малыш становится, ну, ближе к году, наверное, очень капризен. И очень, не просто капризен, а склонен прямо к таким паникам, очень чувствителен, тревожен. И появляются какие-то странные страхи, например, страх, ну, там, какого-то темного окошка, или страх, ну, который у обычных детей не появляется. На таком возрасте, мне кажется, вообще поведение ребенка, оно, как правило, кажется немножко странноватым. То есть взял, заплакал, поднял, не плачет. И нужно обратиться к специалисту наверняка. А вот к какому специалисту обращаться нужно, если мы заметили похожие признаки? Если жители проживают в Тюмени, вот семья проживает в Тюмени, то нужно идти к психиатру. Вот, если в Тюменской области, где есть филиалы нашей больницы, психиатрической, областной, нужно, это Ишим, например, Тобольск, нужно идти к психиатру там. Если в районе нет психиатра, нужно идти к неврологу, к детскому. Если нет невролога, к педиатру. А для таких детей дома нужно оборудовать какие-то специальные условия? Они нуждаются? Да, такие дети нуждаются в специальных условиях. И даже более того, сейчас и практики, и ученые приходят к такому заключению, что это неверно пытаться ребенка с аутистическим нарушением адаптировать или вот как-то активно привлечь именно в наш мир. На самом деле мы должны создавать адаптированную к его нуждам или к его особенностям среду. То есть все мы взрослые люди, которые создают для ребенка условия для его здоровья, развития, обучения, в семье. Мы должны объединить усилия, создать специальную среду. Вот если мы говорим о оздоровлении такого ребенка, насколько эффективны нестандартные методы, допустим, общения? Ипотерапия с лошадьми, с дельфинами. Ну, нужно, наверное, сказать, что базой является все-таки помощь врачебная. Следующий шаг – это комплекс психолого-педагогических способов помощи, специальной методики обучения. То есть это дефектологи должны заниматься, логопеды, психологи. И только в третью очередь мы говорим о вспомогательных методах или дополнительных методах, которые не решают существенным образом проблемы этих детей, но они облегчают и адаптацию. Они улучшают, вот если мы заговорили о анималотерапии или терапии с использованием животных. Это такие психотерапевтические методы. У нас в Тюмени есть канистерапия, начинается канистерапия, это с использованием собак. И уже хорошо себя зарекомендовала и по терапии, то есть с использованием лошадей. Вот эти методики, они вспомогательные, они направлены на улучшение эмоционального состояния, эмоциональной сферы, которая, конечно же, нормализуется. У Тюмени есть родительская школа для семей, у которых есть такие детки. Какие виды помощи они оказывают? Родительская школа существует уже, вот весной этого года будет три года, как она существует на базе психиатрической больницы, в амбулаторной службе. Я веду эту школу. Виды помощи такие. Еженедельно, по средам, проходят семинарские занятия, куда приглашаются родители и родственники детей, в семьях которых воспитывается, растет ребенок с аутистическими чертами. Мы разбираем разные темы, начиная от вот этих особенных способов помощи дома, в среде, заканчивая ориентирами в понимании того, как ребенок воспринимает, осмысливает мир, как его подготовить к школе, как, ну, в общем, это самые разные вопросы, касающиеся сопровождения, воспитания, обучения ребенка. Когда с ребенком, с развитием ребенка что-то не в порядке, это, конечно, большая трагедия. И прежде чем родители становятся помощником или вот этим капитаном корабля, набравшим команду специалистов, помощников, чтобы вот была возможность и способность вот это делать, нужно справиться со своими чувствами, нужно не уйти в депрессию, нужно принять вот эти сложные обстоятельства. И вот такую помощь в рамках этой школы я тоже оказываю на индивидуальных приемах, на индивидуальных консультациях. Спасибо большое, Ольга Анатольевна. Всего вам хорошего и до свидания. До свидания, до скорых встреч. Напомню, у нас в гостях была клинический психолог, Тюменская областно-клиническая психиатрическая больница Ольга Калиниченко.